Здравствуйте! Рад вас снова приветствовать на нашем YouTube-канале «Енотпостриву». Сегодня у нас на рассмотрении очередная новинка от Мозор. Машинка «Мозор Генио ПРО». Это новинка 2018 года, которая пришла на смену более старой машинке «Мозор Генио Плюс». Начинаем рассмотрение, как всегда, с коробки. Коробка, в общем-то, ничего экстраординарного, как всегда, у Мозор. На обороте у нас куча характеристик на нескольких языках. Комплектация, общий вид машинки. И на передней части коробки есть интересная наклеечка «Red Dot Design War Winner 2018». Данная наклейка говорит о том, что на престижном конкурсе «Red Dot» данная машинка получила награду за лучший дизайн. Лучший дизайн здесь имеется в виду вовсе не стразики, там и интересный цвет, а имеется в виду именно эргономика и общее исполнение машинки. Чтобы все очень хорошо продумано. Ладно, давайте теперь посмотрим, что же у нас лежит внутри этой коробки. Внутри у нас лежит сама машинка, лежит два сменных аккумулятора, подставка, она же зарядное устройство, адаптер питания стандартный для всех последних аккумуляторных машинок «Мозер Адаптер 6000», четыре стандартные «Мозеровские» насадки 3,6-9, 12 мм, масло для смазывания ножа и щёточка для его чистки. Машинка «Мозер Генио Про» является развитием более древней модели «Мозер Генио Плюс». «Генио Плюс» была очень интересная машинка, у него было также два сменных аккумулятора, точно так же она не заряжалась от провода, но было у той машинки два основных минуса. Во-первых, аккумуляторы были никельно-металлогидридные, они относительно быстро деградировали, то есть буквально два года и аккумуляторы приходилось менять. И, кроме того, мотор был довольно слабый. Здесь, во-первых, заменили аккумуляторы на литий-ионные, и, во-вторых, увеличили мощность мотора. Если до этого на старом «Генио Плюс» мощность мотора была около двух ватт, то на новом «Генио ПРО» мощность увеличили в два раза, получилось 4 ватт роторный мотор, это довольно-таки много и справляется с любым типом волоса. Помогает справляться с волосом стандартный «Мозеровский» нож «Мозер Мэджик Блейд». Нож здесь такой же, как на «Хром Стайл», не такой, как на «Ли ПРО», немножко более старая конструкция, но, честно говоря, не знаю, есть ли какая-то разница. По мне так нет, что «88-я» серия ножа, что «84-я». Они, по большому счету, в характеристиках одинаковые. Итак, мотор стал лучше, стала лучше эргономика, аккумулятор стал лучше. Здесь в комплекте идёт два аккумулятора. Один аккумулятор у нас вставлен, работает. Второй у нас аккумулятор вставлен, в подставку заряжается. При этом время работы 75 минут, зарядка 50 минут. То есть, пока мы работаем одним аккумулятором, второй успевает полностью зарядиться, ещё и немножко отдохнуть. Аккумулятор здесь литийонный, без эффекта памяти. То есть, мы можем в любой момент аккумулятор достать и подзарядить его до полного заряда, если у нас нет работы. Как я уже сказал, 75 минут работы от стандартного аккумулятора, но можно отдельно докупить аккумуляторы повышенной ёмкости на три часа непрерывной работы. Три часа работает, два часа заряжается. Это очень хороший запас, более чем достаточный. Аккумулятор при работе у нас горит зелёным цветом. Если зелёный цвет сменяется на красный, значит пора ставить на зарядку. При зарядке у нас, наоборот, аккумулятор мигает красным цветом. Как только загорелся зелёный цвет, значит он полностью зарядился. Можно его снимать и использовать. У машинки сменилась эргономика. Эргономика, форма самой машинки стала больше похожа на Moser Li Pro или даже на Ermila Motion. Очень удобная, немножко непривычная, но лежит в руке гораздо лучше, чем просто вот эта прямая форма старого Genio Plus. Итак, давайте попробуем резюмировать. Машинка стала более мощной. Аккумуляторы у неё стали более живучими. При этом очень интересная концепция, когда у нас постоянно один аккумулятор заряжается, а второй работает. При этом аккумулятор у нас всегда работает в оптимальном режиме и это должно приводить к увеличению её быстродействия. Кроме того, у вас никогда не будет мешаться шнур. Машинка очень удобная. В принципе, подходит для всех типов работ. В первую очередь для снятия массы, но также благодаря регулировке длины среза ножа может использоваться и для фейдов. Кому я её рекомендую? Ну, в принципе, любому мастеру, который имеет дело с мужскими стрижками. Ещё раз повторимся. На мой взгляд, машинка очень интересная и рекомендую её к покупке. Если будут какие-то вопросы по этой машинке, спрашивайте в комментариях под видео. Ну и не забывайте, что также вы можете написать нам в нашу группу ВКонтакте и можете посмотреть и приобрести эту машинку в нашем интернет-магазине Енот Постригун, ну или там же в группе ВКонтакте. На этом, пожалуй, всё. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Енот Постригун, чтобы не пропустить обновления. Пока-пока!